Водопроводная вода Водопроводная вода Водопроводная вода так сильно не влияют на качество воды, что хорошо, в принципе. Однако контролю Роспотребнадзора за казанской водой не повод забывать о своем здоровье. Наша питьевая вода содержит соли жесткости, кольца и магний. После стирки в ней белье становится жестким. Отсюда и такое название. Из рекламы известно каждому, что эти соли приносят вред стиральным машинам. Опасность грозит не только бытовой технике. Мы по-прежнему рискуем заработать песок или камни в почках. Но это не значит, что жесткие соли нужно сводить на нет. С помощью водяных фильтров. Тем не менее, недостаток солей тоже может привести к различным недугам. Например, жители регионов с так называемой мягкой водой чаще других страдают гипертонической болезнью. Так что вопрос в количестве солей жесткости до сих пор остается открытым. Низкий уровень солей в воде приведет к тому, что организму этих солей будет не хватать. И, соответственно, организм пытается скомпенсировать по-другому этот недостаток. Он будет пытаться его забрать из костей хозяина. Соответственно, из самого себя. И это приведет к хрупкости, к ломкости костей, к проблемам с зубами, с волосами, с кожей и все сопутствующее. Вода всех районов Казани успешно проанализирована. Жесткость и минерализация воды в городе соответствуют нормам с небольшим превышением в рамках погрешности данной методики. Хадель Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюз.